Приветствуем вас, друзья, на канале Даниила и Ларисы. Сегодня дегустация брауншвейской колбасы. Если вы не смотрели рецепт приготовления, ссылка будет в описании и в конечной заставке видео. Наша брауншвейская колбаса вялилась три недели после приготовления, которое мы показали в рецепте. И сейчас хотим ее разрезать, показать вам конечный результат. Естественно, дегустация. В первую очередь, интересно посмотреть, какая произошла у нас усушка. Значит, здесь на стикере 401 грамм, здесь 285 грамм. Получается 125 грамм усушка. Волноваться? Не волноваться? Я думаю, не волноваться и резать чертовой матери, не дожидаясь перитонитов. Отличный результат. Просто отличный. Сейчас показываю крупный план. Отрезаю такие тоненькие-тоненькие кусочки, как я люблю брауншвейскую. Я уверен, что вы ее все любите, дорогие друзья. Давайте посмотрим на крупный план нашей колбаски. Пока я резал, Лариса посчитала процент усушки. Усушилась колбаса на 30%. И вот, дорогие друзья, посмотрите, какая красота. Тонкий-тонкий, такая корочка классная, красивая, как положено. Немножко покрыта такой вот естественной классной плесенью. Вообще просто супер. На запах божественная. На вид тоже. Сейчас попробуем на вкус. Ну, реально она потрясная. Ну что, друзья, попробуем. Шкурочка очень классно снимается. Вообще ничего не залипает, что мне несказанно радуется. Я не люблю, когда в колбасе за шкуркой снимается верхний слой колбасы. Просто идеальный вкус. Реально, брауншвейская, ну, один в один. Просто идеальная. Просто потрясающая. Где тут конец этой шкурочки. Вот она. Жаль, что я не могу через объектив своей камеры передать фантастику, которая получается. Друзья, брауншвейская колбаса очень крутая. Естественно, приготовленная по рецепту 38-го года. Она просто потрясающая. Ну, у меня слов нету. Вот редко, когда у меня сыровял, вызывает такой восторг. Просто реально она того стоит. Поэтому, дорогие друзья, вы знаете, мы вас всегда призываем, прекращайте покупать колбасы в магазине, потому что это вовсе не колбасы. Вот вам отличный пример. По цене, просто по цене мяса, не по цене колбасы. Ну, даже дешевле, потому что дешевле мяса, потому что какая-то часть сала. Легкая в приготовлении, никакой мороки вообще с ней нету. Но, когда вы на свой праздничный стол нарежете эту колбасу, поверьте, все будут в шоке и в восторге. Ну, вот как-то так. Колбаса действительно получилась очень классная. Если у вас есть какие-то вопросы по поводу рецепта, задавайте их в комментариях. Мы с Ларисой на все комментарии отвечаем. И, естественно, друзья, оставайтесь с нами, а мы будем снимать для вас новые интересные рецепты. Всего доброго, пока! Субтитры сделал DimaTorzok